но всем вам рекомендую реально максимально пропустить через себя информацию которые получили сейчас если не первый раз то укрепились еще раз ней и с радостью вам передаю словом алексею который с нами поделится немного еще новостями и и самым главным анонсом наверно да с визбадена что нас ожидает дальше друзья всем привет наконец-то мне передали слово давайте сразу к делу перейдем следующему слайду и так итак друзья давайте перейдем сразу к итогам мероприятия которая стоялась в городе визбаден германия и я расскажу вкратце о том что мы там все услышали какие анонсы будут какие будут действия происходить в компании в ближайшие 3-4 месяца и так все уже наверное слышали видели что на февраль месяц запланирован запуск мобильного приложения xv1 все мы прекрасно знаем что такое мобильное приложение насколько это удобно чем в версия и поэтому я сразу сейчас расскажу в чем его отличительные особенности будут в этом мобильном приложении будет встроены мессенджер как ватсап как telegram и все все абсолютно клиенты могут друг друга находить по своим логином у каждого клиента есть свой логин ник в системе во всем мире мы будем объединены общем комьюнити и сможем общаться между собой второе вы там можете постить шерить информацию там ваш будет социальный профиль это как соцсеть будет работать то есть мы можем туда выставлять контент и кто-то в этом приложении будет набирать какие-то рейтинги определенные становиться популярным возможно то есть здесь будет возможности эти на полную работать и в том числе на сцене это было продемонстрировано как это работает также что можно будет еще делать в этом мобильном приложении там можно будет выкладывать stories как в instagram но это тоже такая социальная подоплека которая нам всем будет полезно кому-то полезно кому-то нет но мы все сейчас живем век соцсетей даже не века в в эти десятилетия соцсетей мы понимаем что это сейчас наиважнейший инструмент для поднятия своего личного бренда для коммуникации с клиентами просто с друзьями поэтому без них никуда сегодня как говорят нет соцсетей нет человека поэтому мы сейчас все в соцсетях это просто такой уже тренд что еще будет что самое главное для меня будет в этом приложении это pay in messenger это как вичат в китае кто знает тот знает я сейчас более подробно расскажу мы с вами прямо в чате между собой общаясь сможем обмениваться ей xv токенами то есть просто общаясь без всяких ников мы можем эти средства отправлять это было продемонстрировано тоже это очень удобно и очень очень быстро и это круто что еще самое главное будет это будут финансы это ваш личный кабинет будет внутри мобильного приложения то есть все то же самое что мы сейчас делаем в версии это будет в приложении xv one и это круто то есть будут там завязаны и финансы и социальность и общение и комьюнити все то есть мы сможем найти любого человека по его нику переписываться с ним меняться с xv с высокой ликвидностью очень быстро и это здорово это что касается xv one запуск февраль так следующий слайд ну да тут как примеры показаны как это выглядит обучалка тоже будет еще да и будет еще обучалка обязательно learning да будет обучалка еще на ней особо не застряли внимание но как видно она есть это именно из науки тоже будет в том числе ok ok едем дальше автомобильная программа уже на сегодняшний день программа заработала первые клиенты уже начали получать автомобили насколько я понимаю верно ну да просто это удивился почему она этот слайд а давай мы к автопрограмме вернемся он по идее должен быть позже быть да давайте попозже мы его сейчас вот этот вот этот слайд мы сейчас должны пройти давайте перейдем к real estate потому что тот слайд должен быть в конце real estate на сегодняшний день компания объявила что в таиланде обладает землями и началась стройка строить началось строительство первых лакшери вилл эти виллы уже строятся мы сейчас увидим фотографии уже известной планировки уже известны ответственные контактные лица кто занимается этим направлением стивен роу выступал на сцене и около 30 минут рассказывал об этом направлении что делается в таиланде в этом направлении где это все находится какие документы у компании имеется на этот счет как быстро ведется строительство объявлены были сроки в течение 9-10 месяцев будут стройка завершена виллы будут готовы к использованию следующий слайд да уже известны планировки вся документация уже есть можно будет с ней ознакомиться дополнительно следующий слайд и у нас известно местоположение у нас известны контактные данные куда можно позвонить проверить информацию вы видите здесь сейчас все контактные данные место расположения на острове пхукет тоже известно указанные ближайшие местоположения самые важные это недалеко от аэропорта это где-то в 20-20 минут минутах от аэропорта пхукета и он еще говорит что там именно именно в этом регионе они там проводят этот канал проводится сейчас работа над этим каналом который будет снабжать этот регион ну инфраструктура новая там создается дополнительно это кстати важный момент да спасибо за замечание там сейчас идет большое строительство и будет этот остров соединен высокоскоростной как железнодорожная так и автомобильной магистралью с бангкоком то есть можно будет добраться намного быстрее из столицы страны соответственно и стоимость будет совсем другая чем сегодняшняя цена рынок вот опять же это опыт наших экспертов которые в этом случае являются исполнителем из первичной экосистемы да мы еще будем дальше это обговаривать других у нас экосистема делится на две части первая часть это исполнители которые предоставляют какую-то услугу или какой-то ноу-хау эти исполнители могут по сути быть изменены да кто-то другой как эксперт может там быть да или дополнительно добавлен вот есть где в полностью сто процентов принимается в xw это вторая часть как машины допустим да или там мерчанты так вот здесь это получается у нас из экосистемы из первичной через ноу-хау и знания нашего эксперта стивен как фамилия и ройи да ройи ройи стивен ройи и довольно все прозрачно и вот нам прислали сегодня и фотографии уже к работе которая там продвигается даже то есть работа уже идет вовсю мы видим на фотографиях что уже какие-то части зданий уже готовы где-то они только начинают строить подготовка подготавливаются там поверхности для бассейнов работа ведется то есть кто находится на пхукете либо туда собирается мы вас просим доедьте посмотрите сфотографируйте присылайте в чат информацию делитесь обязательно посмотрим что там происходит адрес и локация также указаны я могу отдельно в чат сейчас я на себе запишу отдельно выставлю координаты этого объекта они тоже у нас есть просто кто будет мимо проезжать либо там где-то находиться поблизости заскочите посмотрите едем дальше и так да да вот он славится этой автомобильной программой да он чуть-чуть передвинулся почему-то нечаянно дорогие друзья момент который мы так долго ждали до или многие из нас так долго ждали автомобильная программа запустилась запустилась она уже в ноябре расскажи немножко дальше потом еще раз объявим да здесь в на фотографиях можете увидеть автомобили автомобиль в данном ключе это с классы 63 мг который получил партнер андрея кернера в его структуре нашей структуры человек получил его заслуженно и уехал на нем прямо из зала то есть он сел прямо в зале в автомобиль и уехал на улицу вот соответственно мы все были очень счастливы реально за то что он это заслужил рим видос еще раз поздравляем если ты на связи мы реально очень рады за тебя спасибо тебе большое за то что такой открытый дал мне тоже мини интервью и обязательно поделюсь со всеми в чате вот далее у нас далее у нас а далее у нас уже именно маленькое маленькое такое видео которую вы чтобы поделиться эмоции хочу просто еще представить слева человека это эльмар это эльмар мы как раз находимся по инициативе эльмара все здесь да если не было в цепочке информационные именно человека который стоит слева на сцене возможно бы никогда бы мы в этом ключе как сегодня с вами и не встретились да и да было бы все иначе но эльмар поделился информацией с моим хорошим бизнес-партнером да потому что они друг друга знают тоже уже долго и он сказал дорогой мой друг мои хорошие друзья молодые ребята из австрии запускают скоро мировой бренд я являюсь early bird инвестор это самый первый инвестор который в компанию вложился вот слева который стоит да и он рассказал это юргену юрген бурхард да и юрген бурхард рассказал мне и вот она вся цепочка и вот мы все сегодня находимся здесь друзья да но в основном русскоязычная аудитория которая по крайней мере из нашей команды да это эльмар и он молодец он очень старается многие из вас знают какие задачи были да он лично в том числе помогал их решать там по верификации так далее до коммуникации ну и сейчас хотели просто с вами поделиться вот юрген получил тоже машину юрген бурхард получил от компании машину а мг е класса 63 с еще там да вроде даже и если ошибаюсь это должно быть маленький ролик да должен по идее быть ролик так вот назад так на этой мы уже погоняли а вот эта машина вчера только-только была получена из так на этой мы уже погоняли а вот эта машина вчера только-только была получена из салона вот чем-то абсолютно реально абсолютно возможно и завершаем вот этим видео я вам скажу ведь самую главную новость в конце завершая после вот этого я хочу еще раз римби даса вам показать он важные слова сказал вот к чему нужно расти вот он рев который что-то тут мерседесами все окружилась римас привет 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 как автомобиль круто смотрите вот этот человек римас вчера получил новенький с класс с 63 мг я очень позже покажу он стоял возле сына вчера на мероприятие посмотрите что это запал извиняемся писали с мобильного телефона но как есть эмоции то есть это огромное количество мерседесов получили люди из ближнего окружения и которые очень счастливы пользоваться и это да они любят мерседеса да заслуженно это любит этот новенький от меня на большое поздравление просто забрали только результат и да он реально пахарь да вот с первого же дня как мы познакомились еще раз поздравляю записывали моих клиентов ну и добился своего результата клиентом первый человек смотрите я скажу машину сейчас естественно это будет влиять и естественно это будет а тянуть за собой но вы имеете хорошее с тем еще раз вы знаете как он сделан вы начались война и парнируйте своих не сделай мне понравится как он работает и используя мне понравилось как риме работы амм описал так просто и понятно предложение и в да и задал еще раз вопрос то есть вы знаете как так ребят ретно и доска ну окончательно работали на смартфон где что происходит и где какая человек поедет на нем сегодня информация проходит нет но вам нравится смартфоном пользоваться потому что это классно ну где-то наверно так да а пошагово можно и в глубину понять да и все больше и больше в этом найти себя и приключение только начинается друзья и забегая наперед у нас в апреле за апреле будет следующий ивент и следующая convention вот так наверное и состоит это все у нас одна conventure состоит из четырех частей который разделивается на 4 4 отдельных мероприятия но это все один ивент это все одна convention это все одно приключение и под слоганом приключение начинается или The Rise of the Eagles, то есть это взлет орла или орлов, и там уже будут анонсированы дальнейшие разработки и проекты, и уже будем тянуть резюме с того, что анонсировано было сейчас, который выпускается это, 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 и мы имеем как компания и как партнеры возможность скалировать и сравнивать, насколько мы выросли, насколько мы достигли того, и брать с собой людей на этот путь. Да, ничего другого, мы берем людей с собой на путь, вас всех приглашаю пойти с нами в это приключение, быть в начале самом, и давайте в завершение все-таки самая главная новость, касающая автомобильной программы, для тех, кто еще не знает, для кого это еще не донесли, автомобильная программа запускается уже буквально через пару недель в более чем 130 странах мира. То есть компания заключила контракты, подписала контракты, все уже, все ясно, понятно, кондиции договорились, не озвучивает пока какая компания, нам скажут это еще, хотя мы знаем, конечно, но не будем сейчас в открытом доступе говорить, просили пока еще не говорить, но то, что контракты созданы, это факт. Сейчас на данном этапе выдаются налоговые номера, там еще другие какие-то номера должны выдаться, и уже тогда в новом формате с новым мировым топ-топ-топ игроком мы выступаем с этим предложением 130 стран мира. Какие страны, мы еще не знаем точно, я думаю, что сегодня кто тут присутствует, я думаю, ваша страна в этом списке есть. Также поздравляю вас с такой вот грандиозной новостью, с такой грандиозной возможностью. Через автомобиль, конечно, намного проще с человеком заходить в разговор, ну и много другие всякие разные преимущества несет за собой, дорогие лидеры, надеюсь. И уверен, что скоро многих из вас в вашей стране я увижу на EXW машины. А на этом сегодня официальная часть мы завершили, все сказали и даем время на вопросы, которые вы нам пишите в чат. Откроем чат еще раз. И хочу сперва от вас... Так, где он? Вот он, чат. Да, друзья, дайте обратную связь, напишите, напишите троечку, кому сегодня понравилось, кому понравилась сегодняшняя информация, кто, блин, кто горит сейчас действовать и выстраивать клиентскую базу, выстраивать структуру себе, просто через себя пропустить, понять, что это такое. Пишите троечку, кому понравилось сегодня и кто готов дальше действовать в EXW. Официальный сайт есть... Официальный сайт или официальная часть? Ну, официальная часть, да, это я так назвал официальную часть ее. Отлично, друзья. Окей, окей, троечки идут. Давай, наверное, поднимем. Все, поднимем наверх, да. Мы пойдем по вопросам все-таки, по вопросам пройдемся, но мне нужно было получить от вас обратную связь. По вопросам, они были пару штук. Слайда не видно, это мы все включили. Так, 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 вот она. Когда будут дополнительные валюты, добавленные в обменник? Когда будет кошелек на iOS? Кошелек на iOS будет в феврале, это приложение EXW One, будет запуск и там будет внутри, я говорил, личный кабинет и ликвидность и все вместе взятое. Окей, и дополнительные валюты, ну, это тоже может произойти довольно быстро. Об этом, ну, не заявляли, не говорили. Мы знаем, что работа ведется, то есть по факту нам доложат, я уверен. Окей, лично я нашла, что искала. Ольга, очень здорово, здорово, да, многие так видят, многие, я с вами тоже солидарен. Я тоже давно искал именно такой момент. Меня вдохновляет это, меня реально вдохновляет моя работа. Мне нравится, я сейчас буду про себя, мое субъективное мнение говорить. Мне очень нравятся все процессы развития и люди, которые в этой команде проявляются как лидеры, с которыми идет сейчас, конечно, ежедневное общение, работа, да, и из этого всего переходят моменты, ну, где я понимаю, что, знаете, если вы занимаетесь сетевым, да, и вы решили выстроить структуру лидерскую, да, то эта успешная компания дает пользу всем, то есть, да, во благо всем, под всем законодательством, да, почему еще многие будут, я вернусь к этому, что такое, то вы с лидерами очень часто общаетесь с вашими, да, и очень тесные отношения из этого становятся, проявляются, да, и это как, ну, где-то как-то вторая семья, потому что эти люди те, с которыми вы делаете бизнес, с которыми вам делают бизнес, с которыми вы помогаете делать бизнес, а это заключается вся работа всего лишь в общении и уделении времени и решении определенных там задач совместных, да. Так что очень-очень здорово, мне тоже все знакомляет. Так, на VivoCard можно ли для россиян заказывать карту? Это что, что за... Мышка здесь рисует, просто туда перенести ее. На VivoCard, VivoCard вообще, друзья, VivoCard... Отдельный проект. Отдельный проект, даже не понимаю, почему он здесь задается вопрос. Смотрите, Vivo, Vivo-Exchange.com, да, это сервис для предпринимателей. Если у вас есть свое предприниматель... Ну, вы предприниматель... Юрлицо. Юрлицо, да, и у вас есть какой-то сервис, где вам нужен обменник или вам нужны решения какие-то, которые предоставляет наша компания, то это отдельный разговор, отдельные там договора и кондиции и так далее. Но это никак не связано с VivoCard, которая... Это предыдущая компания. Антон, это... Да, 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 все. Решим потом, да. Окей, вопрос ключевой. Когда тема начинается, когда она закончится? Ну, да, вопрос как бы имеет место. Скажите, пожалуйста, коллеги, чем проект XDAOLE принципиально отличается от проектов Plastoken, да, и другие, как бы, да, мы знаем, есть другие проекты. Почему наш проект именно имеет перспективу, да? Наш проект и даже это не проект, а компания, да, и даже не просто компания, стартап, а именно концерн уже, да, то есть под холдингом мы идем, мы на пути к тому стать концерном со своими представительствами по всему миру. Начинаем с того, легальность компании, начинаем с того, что все регистрации, все нужные документы и полностью налоговые номера в открытом доступе и находятся в Евросоюзе. Это первый момент. Второй момент. Мы находимся с нашими предложениями, с решениями в двух самых интересных и трендовых сферах. Это платежная система, это экосистема. И вокруг этого всего сейчас, конечно, большой ажиотаж, да, и пробьются те компании, которые выстроят свой путь, свое движение под государственным прикрытием, наверное, вот так, да. Ну, может, не прикрытием, наверное, не то слово, а по всем правильным установленным нормам, которые требует государство, вот так, да. И к чему говорю, не против государства, как эта криптоиндустрия вначале хотела нам продать, да, типа анархия, как бы у нас, нам не нужен банк, у нас свой банк в кармане, да. Ну, так у нас не будет шансов, да. Но продвигаясь именно по всем законным меркам, да, со всеми лицензиями, что компания делает, заключая договора на государственном уровне уже сейчас в нескольких странах, подключая такое количество продуктов в экосистему, в том числе топ игрокам, игроков, да, подключая, ну, скоро озвучат имя нашего партнера по автомобильной программе. Многие для вас, наверное, крайне удивлены будут, да, что именно этот партнер стал главным игроком в EXW по автомобильной программе, да, это многие аргументы к тому идут, да, и дальше, конечно, это все видно будет, да, но приедьте в какую-то другую компанию, да, которую там назвали, да, к ним в офис куда-то, да, чтобы вас встретили и показали вам все документы, да, пожалуйста, приезжайте в Клягнфурт, подписывайте документы неразоглашения, вам откроют полностью все документы, ну, большую часть, скажем, да, из того, что можно показать и чтобы понять все, получить все ответы на все вопросы. Друзья, да, добавлю еще к этому ответу, что прежде чем, ну, задавать такие вопросы сюда, пожалуйста, изучите, пожалуйста, историю, почему данные проекты, которые вы перечислили, почему они, ну, исчезли, почему они прекратили существование. Разберитесь поглубже, познакомьтесь, пообщайтесь с людьми, которые продвигали эти проекты, это топ-лидеры, спросите у них, почему там, что произошло, как произошло, в какие сроки. Покопайте вот это вот, в принципе, в сферу интернета сейчас все это доступно, найти людей, покопаться, это важно, то есть посмотрите, разберитесь сами, почему так у них произошло и почему здесь этого не произойдет. Да, да, тут прозрачность, максимальная прозрачность, мы можем проследить, мы всех берем, как бы, да, на этот путь, кто желает, и знакомство с лидерским составом, с ИСО-структурой, с самим руководством, ну, это все довольно открыто и без всяких комплексов, да, потому что нечего, ну, что-то прятать или терять. То, что будут бить разные, как бы, моменты со стороны, ну, без этого никак, да, думаете, нравится это другим компаниям, что именно это за 4 месяца работы сделало больше, чем там другие за 5 лет не успевают, лишь такой феноменальный быстрый рост идет. Конечно, не нравится это многим компаниям, и, конечно, будут бить со стороны, будут всякие мульки стараться в интернете пускать и так далее, но пробовали уже, делал один немецкий, да, тут-то псевдоэксперт, который считал нужным поделиться своим личным, да, мнением, которое он просто, как бы, склалось на его убеждение, да, решил поделиться в интернете, да, и он начал говорить вещи. Компания отреагировала, и отреагировала именно по всем меркам закона, то есть она подала в суд, сказала, что такое это, эта ситуация нас не устраивает. Суд начал разбираться, да, дал право EXW, человек не понял, говорит, я хочу отбить свое право, я не верю этому суду, пусть другой суд проверит. Другой суд тоже проверил, сказал, нет, пожалуйста, вам такое нельзя говорить, потому что мы, как суд, мы должны проверить и одну, и другую сторону, да, а вы говорите неправильно. Все, но он не успокоился, он еще раз пошел. Вот, то есть три раза суд немецкий, разные суды были на праве, на стороне EXW. И даже один суд, четвертый, на самом деле четыре их было, да, это против уже той платформы, которая дала ему место, то есть это биржа Штутгарт, не просто кто-то, биржа Штутгарт, друзья, да, они просто сделали ошибку, не проверив, да, дали платформу человеку высказаться. Он высказался этим самым, повредил компанию, да, своим незнанием, своим недоразумением к этому всему и желанием поделиться. Он нанес ущерб компании, да, и биржа Штутгарт была в этом, ну, как соучастник, да, и против нее тоже, как бы, это дело, ну, они потом на этом оставились, да, больше продолжения не было. И это к чему говорит? Четыре раза, четыре раза уже немецкий суд просматривал ситуацию EXW и был на стороне и принял в нашу пользу решение. В какой компании вы это уже видели? Скажите мне, пожалуйста. Так, давайте я отвечу на следующий вопрос. Привязаны будут ссылки реферальные в EXW One, то есть если я приглашу его в мессенджер, то он будет именно за мной закреплен, если будет инвестировать. В корне неправильно поставлен вопрос. Давайте, ну, я скажу, как будет. Когда будет уже запуск, будут фокус-группы, мы будем тестировать. Я думаю, ну, такие основные люди будут тестировать этот инструмент. И я буду лично двумя руками за то, чтобы в мессенджер нельзя было никого приглашать. В мессенджере должны находиться только люди верифицированные, прошли KYC и уже активные. Вот за это комьюнити я буду двумя руками за. То есть нельзя будет просто пригласить человека, ну, привет, на тебе ссылку и пригласил его в мессенджер. Нет, я за это, ну, я против этого и буду обязательно давать обратную связь, чтобы у нас в приложении были люди, только те, которые им, ну, которым им это нужно. Я понимаю, Антон, тут вот твой вопрос, да, понимаю, к чему ты клонишь. Нет, я буду двумя руками против, чтобы, ну, такого не было. То есть только прошедшие KYC, только активные клиенты. И, пожалуйста, пользуйтесь мессенджером, пользуйтесь всеми благами этого приложения. Вот. Ну, по ходу дела увидим. Я, честно говоря, еще не знаю, как это будет в итоге выглядеть, но он будет для скачки в открытом доступе. Это было сказано. Да, да. Он будет в открытом доступе для скачки. Я к тому, что вопрос, просто приглашать людей через мессенджер, как дополнительная воронка привлечения клиентов, ну, такое, такое, знаете, так себе. Это мое мнение, субъективное, может быть, кто-то с этим не согласен, не знаю. Ну, посмотрим. Посмотрим. Время похоже. Да, по ходу дела нам будут сейчас больше давать информацию, мы будем этим делиться. Мы же тоже можем только пока передавать то, что сейчас сами, получается, информации было реально много, да, и переработать это все. И по ходу дела сейчас это мы будем передавать, уже транслировать к вам дальше из CSO группы. Все, в принципе, может, там ниже есть вопросы, посмотри. Так, ну все вроде, не слышно. Не слышно? Друзья, вам что, не слышно нас? Да нет, нет, это было час назад. А. А, вот еще вопросы. Андрей, про мистер Миллер. Это я уже говорил про мистера Миллера. Какие условия выполнить? Условия по автопрограмме будут чуть позже. Пожалуйста, терпение. Да, условия автопрограммы. Условия автопрограммы, они по сути простые. Да. У вас есть минимальная, есть разные классы автомобильной программы, то есть маленькие классы, средние и большие. Да, ну есть бренды разные. Выбираете бренд, выбираете класс. И система должна зафиксировать, что у вас в месяц на определенный класс приходит достаточно бонуса. Это своими средствами, через команду или же там в объединении какой-то микс, да. То есть у вас даже зарплата достаточно приходит. Как только у вас заходит достаточно бонуса, да, вам открываются определенные уровни. И система говорит, окей, ты теперь с твоим кошельком, который, да, можешь позволить себе класс там А, потом там понарастающий. Ну, в зависимости от тех сумм, которые у вас в итоге в месяц как бонус приходят, да. Это самый такой главный момент. От него будет потом и дальше идет расчет. А все остальное мы узнаем уже дальше, да. Но вы должны понять, что это не так, что вы пришли там, оставили паспорт и забрали машину. То есть на ваш бонусный счет, да, внутри кошельки должен быть регулярный приход средств. Эта компания должна зафиксировать. Да, точно. Виталик, спасибо, ты напомнил. Мы почему-то, да, еще не озвучили это. На самом деле у нас проходит акция Real Estate Clouds. Это до 12-го числа. То есть именно Asia Cloud, вот мы, блин, мы не озвучили на самом деле, да. Друзья, да, это мы не сказали. Asia Cloud именно в Таиланде акция до 12-го числа. Все, кто от 1000 и выше вкладывают именно на минимум год в Asia Cloud азиатскую, получают бонусом еще раз 10%. Да, и это важно, это должны быть новые средства, которые вы переводите по-новому в биткоинах, в евро на ваш кошелек. Имеет ли смысл заниматься этим, если очень маленькая сумма для вступления, написал пользователь айфона. Этим это чем? Ну, наверное, я думаю, так понимаю, бизнесом заниматься или как? Да, конечно, имеет смысл заниматься, друзья. Дело в том, хотите ли вы это? Потому что если этим заниматься, нужно это делать, да. То есть нужно приходить на обучающие, на вебинары, то есть начинать самому в этом как-то двигаться и что-то делать. Но смысл делать это абсолютно имеет, да. Да, да, вот пишет Андрей. Не уловил, прошу прощения, 130 стран мира по автопрограмме стартует верно. В каком месяце? Да, правильно, 130 стран мира. У нас глобальный игрок подключился с ним, были контракты сделаны. И начинается уже, может быть, даже в январе. Да, сейчас решается вопрос именно бюрократически. То есть там документы, оформления, номера и так далее. И потом запуск. Ждем, короче, ждем. Кажется, еще был какой-то сверху, да. Про мистера Миллер. Юрий говорит про мистера Миллера. Про мистера Миллера мы сказали. Это как раз тот недоразвитый псевдоэксперт. Извиняюсь, но я так только могу его обозначить. Раз он еще раз, как бы, да, и еще раз решил попробовать свое счастье. Но три раза получил отсюда реальную такую, как там это? Оплевуху. Оплевуху, да, это слово не мог вспомнить. Вот. Так что насчет Миллера. Вот, насчет того документа, который, или того, той новости, то, что сейчас по немецкой прессе, да, идет по поводу EX Global AG, да, что она не имеет права торговать токеном, да. Это я еще раз вам озвучу здесь, чтобы тех, кого касается, да, если в немецкой язычной аудитории работаете. Смотрите, друзья, есть новость, да, что якобы там EXV Global AG не имеет разрешения торговать токеном. Это на самом деле так, правильно, да, да, но это Global AG, да, именно Global AG, нет, здесь отдельное еще. Global AG именно, она и не сделана для того, чтобы, холдинг, да, чтобы торговать этим токеном или чтобы его держать. У нее совсем другой функционал, да, то есть она как холдинг, она, ну, другие задачи решает в этой всей фирменной структуре, да. Под этой Global AG холдингом выстраиваются разные компании, которые выполняют разные задачи. В том числе, мы сегодня в начале презентации об этом говорили, компания из Эстонии, которая держит токен, торгует токеном и имеет, самое главное, лицензии, которые позволяют работать по всем нормам, законам Евросоюза. Поэтому то, что там написали, что с Лихтенштейна они не имеют внимания там, да, они не имеют права с этим работать, правильно, но они никогда не собирались, компания никогда не собиралась именно с Лихтенштейновской компанией держать токен, ну, это нонсенс, то есть она как бы совсем для других целей открыта, да. Поэтому все хорошо, это, ну, это многие просто хотят панику делать, да, не всем нравится, повторяют, что мы так быстро растем, да. И очень многим, да, знаешь, сколько мне присылали такую вот сейчас, смотри, смотри, я же тебе говорил, я же тебе говорил. Я говорю, ну и что? Я говорю, ты лучше скажи тем, кто тебе присылает вот такие вот сообщения, чтобы они хотя бы там начали, хотя бы чуть-чуть разбирались. Не тупо просто слева, раз получил, выслал, смотрите, все, вот подтверждение, да. А начал немножко, как бы, ну, на заднем плане задать вопросы, да. А если бы ты задал вопросы, сказала бы тебе, эта компания с Лихтенштейна никогда этот токен и не хотела, и не могла бы держать или им торговать, а это делать эстонская компания. Так что все хорошо, друзья, да. Это еще раз подтверждает, что наши основатели, Бенджамин, Мануэль, они стратеги, и они выстраивают структуру и реагируют именно на определенные моменты, варианты, события, которые могли бы произойти, открывая уже, как бы, дополнительные ходы и дополнительные возможности, чтобы, ну, отреагировать на план А или на план Б, да. И у нас в Германии довольно, буквально в октябре только, да, с того не всего поменялось законодательство, поменялось законодательство в пользу криптовалюты и в целом, как бы, этого всего движения, да. То есть банкам разрешили, да, с этого года заниматься разными, там, делами, да, с криптой. Вот, но если есть полная банковская лицензия, а те, кто в этой сфере находится, должны получить банковскую лицензию, требования. Если раньше этого не было, то вдруг, там, за какие-то пару дней решили, что теперь должно быть. А для нас означает, для компании EXW, то есть закон гласит, если у вас есть или требования гласят клиенты в Германии или могли бы быть клиенты в Германии, то вам нужна банковская лицензия в Германии, даже если вы находитесь там где-то в другой стране, да, но вы могли бы иметь клиентов в Германии и хотите там делать бизнес. Все, если у вас в этом году, да, если у вас в этом году, в прошлом году, извиняюсь, мы уже в 20-м году, в прошлом году еще есть действующий бизнес, да, в этой сфере, то тогда есть срок времени до ноября 2020 года все эти лицензии, ну, получить или забрать. Но компания EXW так и так идет, как бы, под регуляцию с первого же дня, да, то, что просто сейчас с того ни с сего Германия вдруг такое дополнительное требование, нужно было быстро реагировать. И компания, адвокаты быстро отреагировали. Сразу же в прошлом году еще открыли дополнительную фирму в Германии, запустили туда бизнес-процесс, тем самым выполнили условия, да, что имеют теперь до 2020 года, ноября, достаточно времени предоставить все документы. Ну, это на самом деле достаточно времени. И о чем это говорит? Ребята, стратеги, да, и выстраивают. Конечно, у них есть свои там консайтеры, которые, да, уже десятками лет занимаются. Вот я с ними знаком тоже из Листенштейна, наши адвокаты, да. Естественно, да, тут много умов собралось, да. Если мы видим эти фаундеры троих, да, да, это люди, за которые за все отвечают, но вокруг них сеть экспертов, сеть людей, которые на своем уровне просто добились уже очень высоких результатов. И сейчас в целом тоже, опять же, как часть экосистемы внутри, да, готовы работать и развивать, и XW, каждый со своим знанием. Так, просили еще написать, вернее, прокомментировать, как удаляются неактивированные аккаунты. Пока никак не удаляются, они остаются, наверное, рано или поздно их удалят. Так, на немецком написали, да, внимание, дорогие друзья, на андроиде, да, если вы скачались или хотите скачать приложение на андроиде, следите, чтобы это было именно официальное приложение, да, EXW. А самое лучшее, зайдите на сайт EXW-Valet.com, и там есть ссылка, и оттуда попадете сразу на правильное приложение, потому что мошенники, ну, они же тоже не спят, они же тоже видят, что тут идет развитие, да, что люди, как бы, большой интерес к этому проявляют и пытаются в этом всем, как бы, да, свои какие-то не очень благи, да, и вообще никаких там хороших целей реализовать. Поэтому внимательно, да, сейчас такая ситуация есть, она актуальна, предупреждаем, в группах наших, в немецких, в русских группах уже написали, приложение, пожалуйста, только желательно с официального сайта, и если вы через свой App Store заходите, то, внимание, чтобы это был разработчик наш EXW-Valet. Окей, хорошо, так, по времени, не понял, парни, нам ожидать рост токена в этом месяце, Павел, ну, конечно, ожидать, да, по-любому я бы ожидал его, ну, произойдет ли он или нет, ну, это мы увидим, а ожидать стоит, потому что рост, ну, с превышением аудитории и движения в целом экосистемы, рост неизбежен, да, конечно, он будет, когда он будет, на сколько это будет, время покажет, да, как только произойдет, я думаю, во всех группах это прозвучит сразу же, да, окей, если нет верификации или пары евро на счете, то через месяц, да, это был ответ по поводу удаления аккаунтов. Окей, Каутия, Каутия, а, Каутия, в программе все-таки остается, Каутия, это, наверное, залог, да, но имеете в виду, Мария пишет, ну, наверное, остается, не знаем, увидим, то есть, именно изменятся ли правила залога, как мы это сегодня знаем, да, и в новом игре, с новым игроком, время покажет, да, думаю, в следующей неделе будем уже больше знать. Так, пишет, не слышно вас, друзья, нас слышно, напишите там, слышно ли, кому-то не слышно, кому-то слышно получается. Отлично, да, окей, good, ну, да, по вопросам вроде все, мы проговорили, да, друзья, сколько нас еще осталось, до завершения, так, где наш, 83, да, я видел, сегодня у нас на пике было 99, у нас комната, на самом деле, на 100 человек пока, только еще, да, уже, по ходу, скоро нужно будет ее апгрейд делать, да, 82 человека осталось, 82 человека протянули до завершения, я вас поздравляю, дорогие друзья, да, это огромное достижение, с командой вместе, пока, может быть, мы еще не командой, вы просто гости, возможно, это скоро изменится, с командой вместе мы проводим лидерские встречи, с командой вместе мы уже будем встречаться скоро в разных уголках мира, а с лидерами вместе, которые продвигают активно и, ну, участвуют в наших мероприятиях, да, мы будем видеться регулярно в разных уголках этого мира, и, да, хорошо, что нам приходит каждое утро новый бонус, хорошо, что мы очень скоро можем наши полеты, наши отели проплачивать и XW, и это нам позволит чувствовать себя свободным, захотел, полетел, потому что приходит каждый день по-новому, потому что мы получаем резидуальный доход за один раз сделанную работу, повторяющую зарплату, вот так давайте сделаем эту работу на отлично, подключайтесь к нам и пойдемте с нами в этот путь, путешествие только начинается, следующий этап, где мы в масштабном формате увидимся со всей компанией, это Дубай 2020 года в апреле, это взлет Орла, ну, а до этого мы уже будем именно в нашей русскоязычной аудитории, сделаем хорошую работу в Москве, то есть в России в целом, да, в больших городах, в Украине, Казахстан, в Белоруссии, в Киргизии сегодня мы общались, пролетарии всех стран. Друзья, нам нужно опять объединяться, да, объединяться в одно целое, хорошее, позитивное, да, которое вне зависимости от, где мы живем и там, где мы находимся на этом зеле, если мы говорим на русском, мы можем общаться и мы можем сделать что-то большое и совместно достигнуть больших результатов. полетели с нами, друзья, пойдемте с нами в этот путь, всех вас приглашаем, ну, а решать, конечно же, вам. Добро пожаловать в VXW. И до скорых встреч на следующем плановом вебинаре. Все, а теперь, кому понравилось и в знак прощания пишем все семерку. Семерку, друзья, я хочу семерки видеть, просто, чтобы зашкаливали. Все отлично, здорово. Работаем на Дубай, каждые команды выстраивают стратегии попадания туда, поэтому все это будет в рабочих чатах. Здорово, друзья. До скорых встреч. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok